Всем привет! Вы на канале Maru Maru. Сегодня мы будем говорить о волосах, вернее, о средстве для укладки волос, для того, чтобы они были гладкими, о праймерах, о тенях, об уходе. Здесь очень много всего, оставайтесь и смотрите. Первое, что я вам хочу сегодня показать, это стайлинг. Это относится к стайлингам средство для выпрямления волос и термозащита. Вот, это марка TIGI. Я думаю, что многие с ней знакомы, потому что это довольно популярная марка. Я специально не убирала, чтобы показать вам это. Вот так вот выглядит. И вот так. Это в форме спрея, такой летний, мне кажется, вариант. Очень приятно пользоваться, несмотря на то, что я совсем не любительница подобных флакончиков. Но этот мне понравился своей резвостью, веселостью, такой симпатичный. Здесь антифриз эффекты, и для того, чтобы это были гладкие волосы, что мы сейчас наблюдаем, но я сейчас вам расскажу. И чтобы еще они были защищены от воздействия утюжка, от фена, ну, в общем, от всего такого. Итак, это средство, мне сначала скажу, понравилось, очень понравилось. Во-первых, потому что оно работает. Ну, работает так, как и заявляет. Это средство разглаживает волосы. Да, они становятся гладкими. А второе, чем мне понравилось это средство, это приятный все-таки аромат. Несмотря на то, что он меня унес какое-то в прошлое, и мне показалось, что такой аромат довольно, ну, недорогой. Хотя и средство само недорогое, в принципе, соответствует. Поэтому пахнет так фруктово, приятно, салонно-фруктово. Дальше. Текстура приятная, не утяжеляет волосы. Даже мои волосы не утяжеляет. Плюс волосы становятся более плотными после этого средства. Ну, и плюс еще здесь термозащита. В общем, мне понравилась эта сыворотка абсолютно всей моей текстурой и как работает. Поэтому я могу рекомендовать. Купила на рандеву, оставляя свой промокод 10мару, пользуетесь и получаете плюс 10% дополнительно к имеющимся скидкам уже на сайте. Даже если на сайте бывает 50%, 10% мои еще тоже действуют. Прекрасно просто. Ну, это, собственно, результат. Он, вот он. Это уже после утюга. Но плюс еще. Я уже выходила, вышла на улицу. Смотрите, чуть-чуть вот здесь. Ну, я уже говорила, я здесь не наносила пушица. Но здесь вот, где есть это средство, не пушится волос. Очень классно, потому что у меня очень часто пушатся от любых средств. А здесь такого не произошло. При этом утяжеления нет. Ну, волшебно. Шикарное средство. Прямо очень рекомендую. Я сомневалась, у меня там было средство подороже в корзине. Но я все-таки почему-то выбрала это и не пожалела. Хорошее средство. Берем. Следующее, что я вам хочу показать сегодня. Сегодня у меня будет тестирование вот этого праймера. В принципе, ради него затевалось и видео тоже. Этого праймера от Суко. Это Япония, конечно, супер всегда. Все японское. И плюс еще к нему я буду показывать свои новые тени. Это Виктория Бекхэм. Голубые. Они сегодня на мне. Видите, какой красивый оттенок. Просто он на самом деле сказочный. Он какой-то даже не синий. Мне иногда так кажется, что марки изобретают какие-то новые цвета. И вот этот, мне кажется, прямо вот из этой же серии. Он изобретен по-новому, потому что вот настолько он красивый. И не похожий на другие. Эти тени сейчас на мне. И давайте посмотрим, скатались ли. Я, главное, хотела сначала цвет показать, потом еще у меня же праймер. Нужно смотреть, скатались ли нет. Давайте посмотрим. Так. Честно говоря, нигде не скатались. У меня два разных праймера. Томфорд и Суко. Не тот, не другой. Просто нужно выбирать, наверное, по текстуре, по тому, как нравится. И еще дать подсохнуть обязательно. Потому что, когда даешь праймеру подсохнуть, ничего не скатывается. Но если нанести прямо на влажный, может, конечно, быть. Особенно если века нависшая, то могут скатываться тени. Но вот так нет. И главное, выглаженные такие веки получаются после праймера. Потому что иногда мы наносим красивые тени, но они собираются в складочки. Не очень красивый результат из-за того, что века само морщинистая. И некрасиво смотрятся и тени. А вот когда оно выглажено, то тогда все красиво. Удачно прошел тест-драйв. Очень приятная текстура. Ну, вообще, Суко, ну что еще сказать. Это прекрасная японская марка, которую я очень рекомендую. Где его купить, оставлю тоже под видео. В описании. Смотрите, переходите, покупайте. Давайте все-таки про оттенок. Мне очень понравился оттенок. Вот то, что он не такой, как у советских продавщиц. Он благородный, красивый. И он даже не выглядит синим. Но, опять же, если вы хотите прям синюю стрелку, им можно нарисовать. Им, ими, тенями. Но мне нравится больше вот так вот. Просто такой разбеленный вид. Я вообще люблю все кремовые текстуры. Мне это кажется безумно красивым. Сегодня, кстати, на мне нет ни румяны, ни коррекции. Вообще ничего. Просто голое лицо с тоном и с уходом. Сегодня я еще покажу. Мы сейчас будем смотреть макияж. Сегодня я еще покажу. Познакомлю вас с прекрасной сывороткой от Bijou De Mer. Бесконечной красоты просто. Это капсульная сыворотка. Самая последняя коллекция. Самая последняя разработка. Именно вот этих вот ампул. Они были другие. И все, в принципе, есть. Где все купить, оставлю также в описании. Мой совет, наверное, купить каждую по одной. Они вроде бы все одинаковые, но чуть-чуть разные результаты у всех. Вот эту, например, я очень люблю использовать с кушоном. Didi Perfect. Я тоже покажу это. И мне нравится, что потом лицо вот такое вот, как сейчас. Вот я сейчас уже ходила, гуляла. Пудра на мне подсевшая. Также Bijou De Mer. Сыворотка пудра. Тут сыворотка. В общем, у меня все. Сегодня мы посмотрим еще, как вот они взаимодействуют. Это бустер самый, тоже последний. И вот, в общем, новинки от Bijou De Mer сегодня будут. И покажу их нанесение. Покажу, как они работают. Но вы сейчас можете видеть уже конечный результат. Тем более, уже после выхода. Уже прошло полтора часа после того, как я нанесла все это. И вот такой вот результат. Красивый тень не скатались. Помада, блеск, вернее, на месте. Но он стал менее ярким. За это я его и люблю. То, что он вот так вот подсаживается и становится как будто естественной. Такие гулы. Ну, в общем, все красиво. Макияж весь на месте. Мне надо, наверное, видео каждый день снимать. Не хотела бы вам еще показать вот что. Наверное, все тоже с этим знакомы. Это также Япония. Девока – это гель против запаха пота. И это правда работает. Помните, я показывала уже его. Показывала в другой бутылочке. Но я купила в этот раз просто в сменный блок. Потому что у меня есть очень красивая баночка. Я туда перелила. Мне очень хотелось именно ее использовать. После другого геля. И здесь приятный аромат. Помните, я показывала, я начала с этого. И первое, что было прям отпрямо от того, что мне показалось одушкой противной. Ну, это как-то быстро выветрилось. И потом он мне стал казаться реально очень красивой. И сейчас, так же могу сказать, очень красивая одушка. И это очень экономичное средство. Помимо того, что у вас локтон, по-моему, там в составе находится. И он защищает от запаха пота, от старческого запаха, от запаха тела любого вообще. Вообще, когда человек как-то не так пахнет, этот гель просто спасение. Потому что он нейтрализует все эти неприятные бактерии, которые образуются на теле, под мышками, обычно, да, где-то в складках, где мы потеем. И дает новый аромат нашему телу, нашей коже. Мы становимся такими, как в юности. В общем, это запах юности возвращает нам это средство. И очень экономичный, потому что одного-двух нажатий, на двух будем говорить, достаточно на все абсолютно тело. Даже как будто еще лишнее остается. Очень экономичный. Рекомендую просто сведеши. Это супер средство. Также дезодоранты, могу советовать, и шампунь, и кондиционер. Дезодорант, вот, например, твердый дезодоранты, то есть после геля для душа пользуйтесь этим дезодорантом. Никакого запаха от себя вы не почувствуете. Шампунь и кондиционер выглядят вот так. Это кондиционер, это шампунь. Многие избегают, я думаю, достаточно геля для душа. Но на самом деле голова тоже потеет и тоже имеет неприятный запах. Я, честно говоря, вообще такая чувствительная на ароматы, и я очень часто чувствую ароматы от людей неприятные. Особенно те, кто говорят, что не моют голову каждый день, и при близком все-таки соседстве чувствуется запах головы. Что бы такого не было, если вы не любительница мыть голову каждый день, то это средство особенно для вас. Но я им тоже пользуюсь, просто я не хочу никаких вообще запахов. Не препятствует потоотделению это, вообще никакой из этих продуктов. Но делает ваш запах улучшенным, он становится лучше, повторюсь, как в юности. Кроме того, это прекрасный уход за волосами просто даже, потому что увлажняет прекрасно. И волосы становятся более гладкими, чем с другими шампунями. Вот это то, что я заметила. Ну, прям увлажнение очень хорошее, ну и плюс еще и аромат хороший от головы. Это очень приятно. Еще я вам хочу показать SPF стик. Вот такой вот очень удобный. Это Skin Aqua, это недорогая марка, также Япония, вот в таком вот пакетике. И очень-очень удобно пользоваться таким стиком просто на улице. Вот, например, вы вышли, вы чувствуете, что уже прошло много времени, вам нужно обновление. Я вообще обожаю вот так вот пользоваться. Вот, смотрите, вроде бы есть немножко белизна. На самом деле, втираем. Все, он очень быстро распределяется. Все, никакой белизны и сияние. Посмотрите, какое сияние кожи. Очень красиво. Мне очень нравится этот стик. Так, прежде всего, своим удобством. Все, нанесли, забыли. И просто, когда сидишь, жаришься иногда по солнцу, в кафе летнем. Раз, так удобненько нанесла сюда, на шею. Смотрите, как это все просто. Многие недооценивают стики. На самом деле, это прям очень легкие использования. Какой аромат приятный. Я не чувствовала почему-то. Легкий, нежный, такой приятный, тонкий аромат. Ну, правда, тело уже не чувствуешь его. Но вот в стике пахнет. Можно использовать также его на лицо. Знаете, особенно на пляже, если вы сидите, лежите. И нужно быстренько нанести на себя SPF. Мне нравится именно, почему я говорю про пляж. Потому что на пляже вы... Там всегда бывает ветер. И если это спрей, то он может попасть куда угодно, только не на вас. А этот как раз попадет именно туда, куда вы его наносите. Все очень быстро, все очень легко. И приятные ощущения. И он еще такое сияние дает подсветочку. Просто на мне сейчас не видно, какое сияние. Потому что оно у меня и так все сияет. Но вообще дает, да. Еще в конце самом, я вам скажу, что я была недавно в магазине. У нас есть один магазин, Smile Shop. Вот, Smile Shop. И я там частенько покупаю зубные пасты. Обожаю бытовую химию покупать, по-моему, косметики. Я люблю зубные пасты. Вот всякие такие вот причиндалы. В общем, я купила эту пасту. Потом эту пасту. Купила вот этот пробничек пасты. Больших не было, но мне интересно попробовать. Это наша какая-то российская марка. Smart Revline. Так, по-моему, называется. И я купила две щетки. Я тоже покупала фиолетового цвета. Вот это Kuro Prox. И Kuro Prox, кстати, тоже купила пасту. Мне очень нравятся эти щетки. Знаете почему? Потому что я всегда раньше покупала, и неоднократно их показывала. Swiss Line. Швейцарская марка. Очень дорогая. Но эти щетки делаются на том же заводе. У них абсолютно та же форма. И, в принципе, когда я очистила зубы, я тоже не заметила разницы. Поэтому я купила теперь себе такие щетки. Зачем? Тут вот как-то мне показалось, зачем переплачивать. Но вообще ничем не отличаются. Может быть, там щетинок больше. По-моему, там 3000, что ли, щетинок. Ну, может быть, не знаю. Так я и не заметила. Поэтому очень тоже рекомендую. Можете покупать Kuro Prox. Если вы тоже любительница, как я, SwissWile. Ну, вот зубные пасты, конечно, у SwissWile. Особенно паста ночная. Ну, просто она волшебная. Там какие-то травы. Она очень вкусно пахнет. На ночь прям рекомендую. И еще на ночь. Вот у меня две щетки. Средней жесткости. А есть еще мягкие. Совсем мягкие. Вот мягкие на ночь использовать. Очень рекомендую. В общем-то, все, что... А, нет, подождите. И еще вот эту пасту я выбрала. Там у них был день рождения. И на покупку до 2500. Там еще скидка 20%. Еще на 2500 покупаешь. Ты вытягиваешь какой-то приз. И у меня приз был вот этот. Я выиграла пасту. Дважды в день называется. Я уже тоже ей попользовалась. Тоже прикольная паста. Но не такая мягкая. Вообще, почему-то вот эти все пасты, они не какие-то яркие, мятные, как бывают, например, там, блендомед. Они не такие. Но вот Marvis, она отличается тем, что тут мятка. И вообще вкусы есть разные. Но я не люблю никакие вкусы. Мне нравится только вот такая и синяя. А другие я не очень люблю. В общем, вот, если вам нужен этот магазин, тоже оставлю ссылку на всякий случай. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. Если интересно, поставьте, пожалуйста, мне лайк. И напишите что-нибудь приятное желательно. Всем пока-пока.